В эти дни в Наринмаре проходит заседание Совета Баренцева региона. Тема встречи актуальна для всех четырех стран, составляющих международную группу. Это экологическая безопасность. Сегодня в Ненецком округе три проблемные зоны, которые экологи называют горячими. Для их решения понадобятся совместные усилия и опыт соседних регионов. Кумжинское месторождение, питьевая вода в селах, очистные сооружения в городе. Сегодня эти пункты – горячие точки Ненецкого округа. Горячие – значит требующие скорого разрешения, ведь экологические проблемы не имеют государственных границ. Норвегия, Финляндия, Швеция и Россия объединились в борьбе за экологию стран Баренцева региона. Мы тут, чтобы продвинуть наш процесс, который мы продвигаем по всем пятым субъектам Российской Федерации, которые входят в составе Баренцева региона, вместе с такими же субъектами Швеции, Норвегии и Финляндии. И мы хотим систематичный подход к решению проблем. Встреча Совета Баренцева секретариата – повод собраться за одним столом представителям региональных, федеральных и международных властей. Только общими силами возможно разрешить такие глобальные проблемы, как экологическая катастрофа на Кумжинском месторождении. С момента взрыва на скважине прошло 35 лет. Между тем, последствия аварии еще представляются опасными. В первую очередь необходимо укрепить дамбу, чтобы отравленная вода не попадала в акваторию Печоры и далее в Баренцево море. Без помощи Федерального министерства природы и ресурсов эти работы не провести. Существует федеральная программа по ликвидации аварийных скважин, где выполняются определенные ликвидационные работы, цементируются устья и так далее. Поэтому было бы логичным рассмотреть возможность по включению данного месторождения в ту программу, которую вы администрируете. Еще одна горячая точка – отсутствие питьевой воды на селе. Казалось бы, в регионе, где соотношение воды и суши одинаково, такой нужды быть не может. Однако мерзлая почва и болото не дают использовать подземные воды. Основной источник питьевой воды в селах – поверхностные водоемы. Несмотря на то, что в округе работает федеральная программа по установке водоподготовительных сооружений, проблема не решена до конца. Большинство населенных пунктов у нас расположено по, скажем, там, где влияют приливы, отливы, то есть морская вода есть. Для нас это очень серьезно. И установка стоит от 3 до 5 миллионов, плюс на нее заказать проект – это стоит очень больших денег. Совет Баренцева региона помогает своим членам не только консультационной, но и финансовой поддержкой. На нее может рассчитывать и Ненецкий округ. Итогом встречи станет ряд предложений по скорейшему решению озвученных проблем.